Многие помнят фильм про женщину-боксера «Малышка на миллион». Согласно нашего небольшого опроса, именно он сыграл немаловажную роль при выборе этого вида спорта для большинства девочек, девушек и женщин, приехавших на краевые отборочные соревнования по боксу в Славенск. Подробнее о мероприятии расскажут мои коллеги. Женский бокс вызывает у всех разные чувства – от негодования до восхищения. Но девушки, приехавшие на турнир, не опираются на мнения окружающих. Они всех себя отдают любимому занятию. И на ринг выходят абсолютно осознанно. 162 участника из пяти районов Краснодарского края на несколько дней приехали в Славенск для того, чтобы выбрать сильнейших в своём классе и войти в состав сборной Кубани. Ведь уже в середине января в Ростовской области стартует первенство Южного федерального округа. Вообще не с нами главный судья соревнований Николай Савин дал высокую оценку славенским боксёрам. Каждый год в том году был турнир Водопьянова. Мальчик выполнил норматив мастера спорта, выиграл соревнования. В этом году совсем недавно прошли, чуть больше недели назад прошли эти же соревнования, турнир Водопьянова. Вот. И опять у вас мальчик выполнил норматив мастера спорта. Так что каждый год у вас есть выполнение. Это здорово, это хорошо, конечно, очень даже. В этом отборе участвовало и две девушки из Славенского района. Оценивая их на ринге, главный судья соревнований отметил высокий класс спортсменок. Неплохая, хорошая девчонка. Ну, с ней тоже очень такая хорошая. Вот посмотрим, кто-то будет лучше. Вот. Ну, это уже две девчонки, которые это сто процентов. Одна сто процентов, потому что будет первая. А вторая, ну, если захочет, уже может ехать в составе команды на первенство Южного федерального округа. Одна из наших девушек на этом турнире – Нина Карасёва. Её тренер – Виктор Говоров. У меня были проблемы в школе, вот, и папа меня записал на бокс. Ну, мне понравилось, вот, уже два года хожу. А вообще, это не женский же вид спорта, а ли женский, как ты считаешь? Да, любой вид спорта может быть женским. Как и морским, так и женским. Вот, запретов-то нет, мне кажется. В отборочном матче Нина получила техническую победу. Но до этого она провела не один хороший бой. Несмотря на смешанные чувства, занятие дочери во всём поддерживает мать. Страх, боль, конечно. Приятных эмоций мало. Но ей нравится. Ну, теперь нам нужно поднажать на тренировки, потому что у нас был большой перерыв. Будем стараться заработать медаль, которая будет заработана в бою. А вот вторая славянская девушка-боксёр, которая занимается под руководством Александра Водопьянова, Анна Игнатенко, в честном поединке в финале показала все свои возможности и победила. Тем самым завоевала себе место в сборной команде Краснодарского края. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».